Начнем с того, что в Одессе, похоже, всерьез взялись за радикалов после событий в Горсаду, которые имели место в прошлую субботу, и во время которых разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину, правоохранители начали реальную борьбу с организаторами беспорядков. Первый тяжелый кулак правосудия ощутил на себя лидер уличного фронта Демьян Ганул. В среду Приморский райсуд отправил его в СИЗО на два месяца, причем без права внесения залога. Прокуратура обвиняет его в организации беспорядков в Горсаду. Одним из оснований для заключения лидера радикалов под стражу стало нарушение им условия освобождения на поруки по другому делу о беспорядках во время концерта Ирины Билык на Черемушках. Решение судей вызвало бурю негодования со стороны активистов. Зважаючи на положение частини 4 статті 123 КПК Украины, вважаю, що необхідно не визначати розміст застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваних обов'язків передбачених КПК, оскільки Ганул підозрюється в чиненні злочину, пов'язаного із застосуванням насильства. Керуючись статті 132.3.205 КПК Украины, слідчий суддя ухвалив. Клопотання слідчого СВ Переморського відділу поліції місті Одесі Ясенецького про застосування запобіжного заходу у виліті тримання під вартою стосовно Ганул Дем'яна Вадимовича задовольнити, застосувати стосовно Ганул Дем'яна Вадимовича 93-го року народження запобіжний заход у виліт тримання під вартою у Південному міжрегіональному управлінні з питання виконання кримінальних покарань і пробацію ВП номер 21 строком на 60 днів. Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів і обчислюється з моменту завернення ухвали до виконання. На цьому судове засідання закінчено, повний текст ухвали зараз буде вручено сторони. Гайба! 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 Не очікувало дуже насправді для мене, тому що це показує нас, лада антинародна повністю і я пішов за позовом серця для того, аби зберегти саду міський сад для одеситів. І зараз я просто не знаю, як це взагалі можна причуумні словами описати, голові є не мати, лексика. Адвокату апеляцію одразу подавайте, це безпреділ. Уже в понедельник защита Демьяна Ганула намеревается оспорить его арест в апелляционном суде. Заседание назначено на половину 10 утра. И уже на следующий день после задержания лидера уличного фронта подозрение на пороге своего дома обнаружила семья экс-лидера Одесского правого сектора. А сейчас просто неравнодушного гражданина Сергея Стерненко. Он добровольно явился в полицию, дал показания и узнал, что его тоже ожидает суд для избрания меры пресечения. Фемида не заставила себя долго ждать и в пятницу вечером его тоже отправили в СИЗО. И также на два месяца. Правда, с возможностью внесения залога в сумме 608 тысяч гривен. В субботу утром у себя на странице в Фейсбуке ситуацию неожиданно вмешался губернатор. Одесской области Максим Степанов заявил, что готов внести залог для освобождения Сергея Стерненко. Вот что написал губернатор. «Я считаю, что сумма залога категорически недопустимая. Сергей Стерненко выйдет на свободу в понедельник. Я лично внесу за него залог. За справедливость нужно бороться. Это не значит, что я согласен со всеми действиями Стерненко. И я об этом говорил ему лично и публично. Здесь о другом. О справедливости. О летнем театре. Об Одессе, одесситах и человечности». Но решение губернатора помочь Стерненко выйти на свободу поддержали далеко не все. Например, представители оппозиционного блока считают, что таким образом глава региона действует на раскол в обществе. Должность губернатора – это должность, которая должна объединить регион, объединить тех его жителей, независимо от политических взглядов, от каких-то экономических и другой ситуаций внутри семей. Подобные заявления, они наоборот, носят раздрайв и вносят такую разъединительную серьезную ноту, которую не ставит ничем. Он не выступал ни в защиту, ни в поддержку тех людей, которые уже несколько лет томятся без обвинительных актов по делу 2 мая со стороны оппонентов-радикалов. Поэтому для меня это абсолютно недопустимая ситуация. И уже сегодня в распоряжение журналистов поступила информация о том, что 30 ноября состоится очередное заседание по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году. В деле фигурирует Сергей Стерненко. Как считают журналисты издания «Таймер», уже в декабре суд может вынести приговор по этому делу, причем не обязательно в пользу активиста.